Трое арестованы, 11 человек привлечены к административной ответственности. Такое продолжение получила история штурма водителями блокпоста на трассе Нур-Султан-Тимиртал. Почему инспекторы прибегли к крайним мерам и ложились под колеса в материале Юланы Чаус? Буран на улице утих, но буря обсуждения этого видео никак не утихает. Водители, словно пираты над большой дороге, штурмуют блокпост у поселка Сакаровка, что на середине трассы Нур-Султан-Сумиртал. Живые инспекторы вынуждены принимать позу лежачих полицейских. Лучше так сделать, что другие гражданские личности не пострадали. А водители агрессивные были, уже сами себя не контролировали. А дорога такой скользкий был, даже 30-40 километров в час не могло ехать. Я вот свою визуну там оставил бы и других спасу. Но водительский гнев оказался сильнее. Около 15 машин прорвались на опасную трассу. Трое водителей теперь арестованы, а 11 уже привлечены к административной ответственности. Большинство комментаторов в соцсетях поддерживают полицейских, но сочувствуют и водителям. 20 километров в час на автобане. Такой платный автобан в этом году едва ли не главный ньюсмейкер региона. Вот сегодня очередное видео ДТП на скользком, как лед бетоне. Полицейские выписывают коммунальщикам штрафы за недолжное содержание дорог. Но водители уверяют, техники больше не становятся. Регулярно закрывать это направление стали после открытия. Дорога на некоторых участках изменила траекторию, стала выше и шире. Но лесозащитной полосы здесь практически нет. Снег собирается вдоль металлических ограждений, а специальных снегозадержателей явно не хватает, говорят наблюдательные водители. Тем более в такую снежную зиму, как в этом году. Снегозадержатель, где 2, там побольше, где 3, уже меньше снега на дороге. А по европейскому у нас погода не позволяет для автобанов. Ну лучше была бы та дорога, 2000 по 2010, те дороги лучше. Водители считают, что необходимо пересмотреть всю систему обслуживания дорог. Им непонятно, за что они платят деньги. Илона Чаус, Василий Савкин, итоги дня, Карагандинская область. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!